На рынке управления активами существует несколько основных способов, в том числе двигательного управления, которые в среднем дают примерно 7,5-10% в месяц. Причем большинство фондов, которые управляют активами, отталкиваются от фиатных средств, то есть 7,5% именно в фиат, даже если вы задаете в биткоин. Наша система готова давать до 22% в месяц именно в крипте, то есть если мы получаем от вас биткоины, и соответственно через месяц мы готовы отдать ту же сумму плюс 22%. Мы назвали технологию Smart Mining, не совсем она связана напрямую с майнингом в привычном понимании, и я объясню, каким образом работает система. Smart Mining, наше понимание, это использование неэффективности рынка, генерация монет за счет неэффективности рынка. В систему входит только биткоин и выходит только биткоин. По нашим наблюдениям, мы сейчас отслеживаем топ-40 бирж, средний проект между биржами, разница курсов доходит до 15%. Не средний, а максимальная разница, то есть средний около 3-4%. Соответственно, наша система работает следующим образом. На данный момент в систему попадает биткоин, мы торгуем его на одной бирже, за другую монету, и на второй бирже мы торгуем биткоин за другую монету, и, соответственно, в последнем звене участвует уже третья монета с выходом биткоин с профитом. Примерно на данный момент около полтора процента профит постоянно. То есть, если мы в сутки прокрутили 10 биткоинов, то примерно полтора процента в сутки мы зарабатываем. Сама цепочка, вот эта вся операция занимает всего 3 секунды, не более. На данный момент косты составляют 0,46%. Это все комиссии. И в сутки мы готовы делать на сегодняшний день до 10-ти тысяч таких операций. Вообще, цель увеличить в 9 раз. И мы увидим, в принципе, перспективу роста. На данный момент в проекте следующий показатель. Это показатель профита цепочки. Сейчас 1,8. Далее это количество бирж, которые мы поддерживаем. 4. Есть потенциал увеличить до 40. 7 пар. Опять же, мы можем увеличить до 20. И на сегодняшний день ставка биткоин в систему 0,01 биткоин. И мы ставим цель увеличить в 2 раза. Это дает колоссальный результат. На самом деле, не такая большая разница. Но если мы смотрим на в целом картину, то есть кардинальная разница. Это перспективы роста, которые мы видим сейчас на 2017 год. То есть на данный момент система генерирует 1 биткоин в сутки. И ближайшая цель у нас это 8 биткоинов. И если мы будем использовать весь потенциал, который здесь записан, плюс увеличим количество цепочек до 86 тысяч, то мы будем примерно зарабатывать, генерировать 77 биткоинов в сутки. Примерно через 10 месяцев. То есть есть ряд операций, которые нам необходимо сделать, и пройти некой стадии. И не видим ничего невозможного для того, чтобы к этому прийти. Далее, риск-менеджмент. Если вы все-таки решитесь войти в нашу систему, какие будут все эти риски? Первый риск, не вижу. Проект перейдет в приватный режим. Так или иначе, это однажды случится. Нам не интересно ни о сего, нам не интересен какой-то массовый продукт. Вообще вход в систему достаточно высокий. Мы дальше это обсудим. Но так или иначе, проект однажды придет в приватный режим. Просто мы перестанем принимать инвестиции и, скорее всего, распределим их между тремя и четырех партнерами. На данный момент там готово 20 партнеров уже. Второй риск, который мы видим маловероятный, это отсутствие спрера. На данный момент по всей ретроспективе за два года не было среди бирж, ну, рынок настолько не устоявшийся, что мы не видим, чтобы спрета не было. То есть он есть всегда, тем более, если мы говорим про то, что у нас 20 партнер и 40 бирж. Примерно там три, два, три процента спрета всегда. И эффективность примерно, ну, эффективность. Мы теряем сейчас пока 0,5%. Надеюсь, что мы эту цифру снизим. То есть, в принципе, всегда цепочка полтора процента приносит. Третий риск – это неисполнение ордера. На данный момент таких ситуаций нет. То есть мы можем поставить цепочку, и она не исполнится. То есть на данный момент пока такой проблемы у нас не случается, но мы, в принципе, ее держим в голове. То есть это, в принципе, все риски, которые возможны у инвесторов, либо партнеры, которые закончили эту систему. Так, далее. На данный момент вход в систему от 20 биткоинов, 50% прибыли мы забираем себе, то есть 50% комиссии, и минимальный фонд – это три месяца. То есть каждый месяц можно, в принципе, вытаскивать свой профит, и через три месяца можно вытащить свой депозит без проблем. То есть либо вы регистрируете, либо вы можете, в принципе, его забрать через месяц, но тогда за вычетом профита, который уже вы получили. Нам интересно работать с теми людьми, которые готовы выделить 20 биткоинов, и не думать, чтобы это были не последние деньги, и я объясню причину чуть позже, потому что мы собираем не пику для своих проектов, для своих проектов, которые мы хотим развивать. Это публичный оффер, который доступен всем. В принципе, мы готовы достаточно, как и лояльно, условия простые сделать для входа. Второй оффер – это приватный вход от 100 биткоинов. Мы предлагаем всего лишь 10% комиссию забираем, то есть 90% прибыли забирает себе проект, 90% от нашего профита. И также обсуждаем индивидуальные условия вплоть до выкупа доли компании, либо вхождения в нее каких-то условий дополнительных. Теперь, что мы готовы гарантировать, независимо от тренда? Первое, что… Давайте начнем с этого. Мы гарантируем, в отличие от любого доверительного управления, 0% потери вообще. Если даже не будет никак торговать за индивиду, мы гарантируем 0% потерь. Чем гарантируем? Что? Чем гарантируем? Наш алгоритм устроен таким образом, что он, в принципе, не совершает цепочку, если она не профитная. То есть он не может работать в минус. Он изначально не будет эту цепочку запускать. Если… Второй риск, который мы говорили про риски, что она может зависнуть, но пока на данный момент сам ордер настолько маленький, 0.01 биткоина, что, в принципе, он везде выкупается, и ордеры не зависят. Первое, мы гарантируем, что не будет вообще никаких потерь, в отличие от доверительного управления. Второе, что вы можете забрать свой депозит в любой день. То есть если вы захотите забрать депозит, вы можете прийти и приехать к нам в офис, расторгнуть договор, и в этот же день заберете все свои биткоины, которые вы вносили. И все эти договоренности, они фиксируются в документе договора. Далее. Какие мы рассветываем цели? Зачем мы вообще это делаем? То есть если у нас такая система, которая готова полтора процента в сутки от оборотов генерировать биткоин, зачем вам чужие деньги? На самом деле мы видим эти средства достаточно маленькие. Первое, что вы хотели бы, это создать комьюнити для проектов, которые мы развиваем сейчас. Чуть дальше я их покажу. И как раз таки установим, что вход в 20 биткоинов и в 3 месяца холл, для нас это не не фильтр, для людей, которые готовы эту сумму без проблем, без каких-либо там заборов неожиданных. То есть чтобы эта сумма была достаточно для них комфортной. Потому что те проекты, которые мы хотим развивать, они требуют именно любительных инвесторов. Вторая цель – это ликвидность биржи. То есть на данный момент привлекая в систему средства, мы ориентируемся на то, что увеличим ликвидность для пищи, и тем самым можем снизить комиссии на вывод и, в принципе, на транзакции. То есть получить некие дополнительные условия. Что, в принципе, скажется как бы на общей библии, которую мы делим либо 50 на 50, либо 90 на 10, 90 в вашу пользу. Это для приваковой формы. И последнее. Поскольку эта система становится публичной, для нас это просто один из смыслов постоянного ее развития. В принципе, сейчас любой человек, который генерирует зарплату 1 биткоин в сутки, может, в принципе, как бы не париться по поводу своего бизнеса. Но мы преследуем цель не саму цифру, то есть не прибыль, а вообще развитие системы. И основная наша задача – это выйти на увеличение оборотов в 9 раз. Ну, 86 тысяч в цепочках. На данный момент – 10. Ротмэп. Как раз-таки про инвесторов, которых мы ждем. Примерно через 3 месяца мы выходим на эту цифру – 8 биткоин в сутки. И, соответственно, запускаем ряд проектов, которые находятся на рекламном рынке. То есть нам нужна постоянная генерация прибыли для того, чтобы запустить этот проект. И мы как раз туда тоже хотим привлечь инвесторов, может быть, 2-3 человека. Суть в том, что в связи еще плюс ко всему с последними новостями Facebook, этот продукт будет очень актуален. Я очень просто объясню, что это рекламная система именно для тех, кто инвестировал когда-либо в SEO. Она будет работать с помощью двух сервисов. То есть первый сервис – это облаты, кабинет личный кабинет, второй – это аналог коин-трафика только именно для тех, кто инвестировал. То есть мы расширим две эти системы, внесение средств и рекламные системы. И таким образом мы показываем рекламу только инвесторами. Проект не имеет аналогов на данный момент. То есть все, кто занимается трафиком, они пока просто используют какие-то наборы, алгоритмы самих рекламных систем в Google и Facebook. но нету именно очень низкой базы для подсказки. После выхода проекта на Grigal 77 битков, он по-любому уходит в приват, это однозначно. То есть не будет никакой необходимости в публичности этого проекта. И мы начинаем тоже… Смотрите, я не вижу… Ладно. В общем, конечная цель нашего родного – это создание своей биржи. Примерно видим начало-то в сентябре. Видим уже первые работы по бирже. И также создание ликовой игры, продукта, на которую мы будем строить также ICO. Речь сейчас не об этом, поэтому не хочу на это заставить внимание. Я, по-любому, обсудил их уже с инвесторами, подопочиваю эти системы. Система начинает работать еще с 28 дней, с 5 марта. Здесь датами фразы – это 5-е число. Соответственно, все, кто заинтересовался и хотел бы пообщаться, встретиться, можете связаться со мной в Телеграфе. И вот по телефону, ну, на сайте у нас в заявке еще не занимались. В принципе, поэтому контакты можете с вами сделать. В принципе, все. Если есть какие-либо вопросы, готовы ответить. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И они, в принципе, всегда писали, о чем вы говорите. Потому что есть некий предел, когда цепочка становится неэффективной. То есть, какой депозит должен быть у инвесторов, или вашей платформы в совокупности у всех инвесторов? И когда они сгладят цепочку, такую сконкурирующую золотую ферментаж, они уже будут приводить шланг. Цепочка становится все меньше. Я понял вопрос. Я пытался узнать, что это за проект ОПЛОДИСМЕНТЫ У них немножко сейчас другой век развития, хотя технология похожа. Вообще, в этой технологии есть всего три способа увеличивать, ну, наращивать прибыль. Первый способ – это пытаться создать алгоритм, который будет делать максимум из цепочек. Второй способ – это создать алгоритм, который делает необходимый минимум, но делать очень много цепочек. То есть мы пошли по пути увеличения скорости. И, соответственно, мы готовы делать цепочки с одним процентом. Они есть всегда. Соответственно, наш потолок выбирается в прибыль. Не в прибыль, а в скорость. Чем больше скорость, тем больше будет цепочек, соответственно, ворот и прибыль. На данный момент, еще раз напомню, сейчас 10 тысяч, мы хотим сделать 86 тысяч 400 цепочек в сутки. Это количество секунд в сутки. То есть наша задача – делать из 40 выше 20 бар одну цепочку в секунду. То есть здесь потолка, как бы, я не вижу, то есть потому что мы не убираемся в алгоритм. То есть мы не стараемся ее сделать суперэффективно. Один процент – это достаточно, ну, практически всегда есть обстоятельства. Эти моды, моды и архитражные, но они будут все равно небольшими даже всегда. Я не слышу еще раз. Эти моды, моды и архитражные, они будут все равно небольшими всегда. 0.01 и максимум 0.03. Александр. Александр, здравствуйте. А вы слышали про компании Big Connect? Слышаю. А можете спеть песню? Что? Можете спеть песню? Ну, надо Big Connect. Другую. Спасибо. Спасибо.